Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и мы приступаем к абсолютно честному обзору на Чифтейна. Это тяжелый танк 8 уровня, который я купил себе по большому счету за 3750 голды. Как так получилось? Дело в том, что буквально недавно был в магазине наборчик за 7500. Для многих из вас он еще в магазине скорее всего есть. И я не удивлюсь, если ценник на него изменят, потому что за 7500 вам предлагают купить себе 3 машины 8 уровня, а именно Чифтейна, Лоррейн 40 тонн и есть еще Т2020. Несмотря на то, что Т2020 у меня в коллекции уже был, я решил, что за 7500 я этот набор все-таки куплю, потому что усредненно, если даже 7500 в моем случае разделить на 2 машины, то Лорка мне досталась за 3750 и Чифтейн за 3750. Насколько это годные машины, насколько они крутые, нагибающие или не нагибающие, здесь вопрос очень сложный. Все зависит от того, кому что надо. Мне лично Лорка показалась крайне сложной машиной из-за своей скудной бронированности, но обладает очень хорошим барабаном, который действительно весело раздает урон. Давайте будем также говорить честно по поводу ценника, потому что, допустим, те же самые 3500 стоит, ну, вот этот вот товарищ, да, в голом состоянии. 3500 из-за Кромвеля Б, это шестерка, ребят, не восьмерка. А мне машина обошлась в 3750. А если бы у меня не было Т2020, то и того дешевле. Поэтому в целом я бы сказал, что предложение абсолютно годное. Я себе его приобрел, несмотря на то, что у меня есть пресс-аккаунт, и несмотря на то, что я нищебродный автор, у которого на своем аккаунте, на моей основе, есть всего лишь там неполных 40 тысяч. Ну, сейчас уже неполных было чуть больше 40, перед тем, как наборчик купил. Короче говоря, ребят, я посчитал, что я свою кровную голду готов потратить на данное предложение. Покупать ли вам или не покупать, здесь вопрос уже больших вам. Все зависит от того, насколько вам подходят по своему геймплею те машины, которые продаются. Обзоры на Т2020, на лорку я уже выложил. Будут всплывать вот здесь вот подсказки на данные видосы в течение данного видео. Ну и, ребят, в описании тоже обязательно добавлю. Что касается Чифтейна. Машина очень, очень нестандартная. С одной стороны, у нее очень классное и приятное орудие, которое выдает, ребят, через каждые 5,5 секунд, с учетом установленной амуниции. А оборудку я поставил на пробитие для того, чтобы его поднять, потому что времени перезарядки и так вроде бы достаточно. Вы выдаете через каждые 5,5 секунд по 225 альфы. Это немало, это вполне нормально. И ДПМ в 2450, пускай не самый крутой на уровне, но и далеко не самый худший. В этом мы сейчас с вами убедимся. Время сведения меньше 3 секунд и разброс в районе 0,3. Это действительно очень крутые заявленные цифры. Также меня очень сильно заинтересовала цифра угла склонения орудия вниз, с минус 10, но я больше чем уверен, что отыгрывать от неровностей в виде отыгрывания от башни не получится. Потому что есть очень большая комбашня. И это действительно ахиллесово пята данного танка. Комбашня просто огромная и она вообще не забронирована. То есть даже с привиденкой танцует там, ну пускай, не знаю, куда там попасть надо, но 175, согласитесь, это не уровень бронирования. Для танков 8 уровня они вас легко будут пробивать базовыми снарядами. Поэтому даже если вы опускаете орудие вниз и получаете обалденные склонения, то все равно эта комбашня будет сверху торчать, ну и, соответственно, в этот жбан будет вам постоянно прилетать. То же самое касается и передней части вашего корпуса. Здесь два очень больших бронелиста, которые снизу сходятся, но я бы не сказал, что что-то это дает. То есть здесь привиденки нет, даже если бы оно было полностью округлое, то это все равно бы не спасало. Что касается верхнего бронелиста, тут типа какая-то привиденка есть, может по верхам, если будет прилетать снаряд, будут рикошеты, но если будет сюда вот в пятак прилетать, то однозначно пробивать будет. Поэтому броник в этом танке, я бы не сказал, что очень много. Да, очень хорошо забронирована вот эта часть на башне, но кому она нафиг надо, если можно бить в корпус или в конце концов бить вот сюда вот в комбашне. Что касается бортов, здесь в принципе плюс-минус все стандартное, ну и что касается кормы, то здесь абсолютный картон 25 миллиметров и привиденки таковой нет. Короче говоря, сзади ничего приятного, спереди плохо то, что от башни не отыграешь. Если сравнивать со всеми машинами на уровне, которые есть, не считая машин, которые обладают барабанами, то есть тяжелых танков, как вы видите, по ДПМу плюс-минус довольно неплохо. Есть машины, которые выдают по 2000, есть даже те, которые выдают меньше. Есть те, которые плюс-минус рядом, это Тигр 2, допустим, тот же самый. Есть машины, которые преобладают по ДПМу, но их не так уж и много. И зеленым здесь светится буквально, ну штук 5 транспортных средств, из которых одна машина с натяжкой. Что касается подвижности, 40 километров, если сравнивать со всеми ребятами на уровне, то у нас очень даже нескудная подвижность. Есть ребята, конечно, которые двигаются прямо со скоростью 42, а не 40, но я бы сказал, что они такие же, как мы. Ну и в целом есть ряд машин, которые просто повторяют нашу подвижность в отношении максимальной скорости. Поэтому, ребят, здесь в целом я бы не сказал, что есть что-то удивляющее, но и в то же время ничего унылого тоже, ну, по крайней мере, вроде бы как не ожидается. Что касается доходности, 170% и это действительно облом, потому что если вы будете сравнивать с прямыми конкурентами, а ими, я считаю, проходного, господи, как он там, Корнервона, того же самого ActionX и T26E5, я их отношу к конкурентам именно из-за быстрого КД. Здесь КД очень маленькое, все остальные стартуют где-то от 7-8 секунд перезарядки машины на уровне. Соответственно, именно эти машины я отобрал для сравнения, ну, по признаку быстрого КД. Так здесь, ребят, вы обратите внимание, что ДПМ при этом у них выше, ну, просто потому что у них альфа у кого-то либо повторяется, либо даже выше, как у нашего T26E5. Или, в конце концов, если и меньше, то не прям настолько существенно. Но за счет быстрого КД получается просто великолепный ДПМ. И здесь ActionX, безусловно, огромный, огромный респект. Что касается сведения, то, в принципе, все то же самое. Скорость, как вы видите, лучше, чем у некоторых других машин. Ну и что касается, ребят, доходности, то, как видите, 170% доходности у Чифтейна. И в то же время у того же самого T26E5 175%. И при этом все, T26E5 обладает плюс-минус какой-то там тоже играбельной броней. Ну, в общем, скорость та же самая, поэтому машины плюс-минус очень похожи. Но почему-то кажется, что T26E5 в некоторых вещах все-таки будет повеселее. Что касается процента по победам, то, как вы видите, среди прямых конкурентов не последнее место. Но просто потому, что отсюда надо убрать проходную машину. Если мы сравнивать будем с вами исключительно премиумные тяжелые танки 8 уровня, то здесь, да, безусловно, провисание идет на целых, ну, грубо говоря, 3, а то и 4%. Вот такая вот сравнительная табличина получилась. Что касается самой машины, то обязательно сейчас берем ее, выкатываем из ангара. Ну и будем пробовать, на что она способна. Что касается ТТХ по орудию, то мне здесь все ясно. А вот в отношении отыгрывания к комбашням здесь у меня есть очень большой вопрос. Выкатываю из ангара машину первый раз. До этого я на ней никогда не играл, несмотря на то, что у меня есть пресс-аккаунт. Как-то руки не дошли Чифтейна выкатить из ангара, попробовать его. Ну, не знал я о том, что он будет продаваться. Меня кидают в топ списка, это уже неплохо. Но что-то мне кажется, что сильно меня это не спасет. Что бы мне сейчас Чифтейн, по большому счету, не принес, в любом случае, для человека, который не обладает большим количеством голды, и ему нужна хоть какая-нибудь премиумная машина, ценник усредненный меньше, чем, получается, 3000 за машину, а там существенно меньше получается, если вы 3 машины себе возьмете, то для Чифтейна эта цена в любом случае очень крутая. Потому что, допустим, брать, как я уже сказал, того же самого Кромвеля Б за 3,5, ну, согласитесь, затея гораздо похуже будет. Этот же наборчик я себе приобрел и абсолютно не жалею. Ко всему, в принципе, можно приложить руку и практически на всем в нашей игре можно играть. У нас очень мало машин, которые действительно плохие. В основном просто есть машины, которые нам заходят, не заходят, нравятся, не нравятся, привычные, непривычные, приятные, неприятные. А что касается плохих машин, некоторые машины действительно бывают плохие, но я больше чем уверен, что ни одна из этих трех машин к ним, ну, прям, не относится. Есть достаточное количество игроков, которые мне писали в комментариях, под моим обзором на ТМ-2020, про которые я говорил, что это просто ужасная машина, на ней очень сложно играть, она малорезультативная. Они же мне писали по поводу того, что у них все получается, все классно, и что я просто не смог правильно приложить к ней свои руки. Я сейчас стреляю голдой, только лишь потому, что Шкода 56 действительно имеет хороший уровень бронированности, ну и, соответственно, приходится голдой отыгрывать. Это даст существенное искажение уровня фарма по серебру на данной машине, но, ребят, иногда лучше больше серебра потратить, но сделать все возможное для того, чтобы победить, чем сэкономить серебра, и при этом команда сольется. Время перезарядки действительно очень классное. Передвигаюсь я по карте абсолютно спокойно, абсолютно нормально. Точность по орудию меня, ребят, устраивает. Это мой первый бой. Играю абсолютно без осознания всех минусов и плюсов по данной машине, но пытаюсь быть максимально честным и объективным. Вот сейчас угол склонения орудия должен быть мне в пользу. Он не успел добрать, просто не успел докатиться до него. Он поздно принял решение о том, чтобы ехать. Что касается, ребят, поворотливости по машине. Не сказал бы, что это действительно хорошая поворотливая машина. В повороты заходит очень туго, но если нормально приспособиться, я думаю, что к этому можно привыкнуть. Перезаряжаемся, закидываем в ПТ-шку, ну и дальше будем помогать ВК разбирать. ДПМ, я так понимаю, вполне реализуем. Главное не попасть под раздачу, главное не торговать своей комбашней, и тогда, в принципе, будет счастье. Особенно, если вы это будете все делать в сопряжении с поддержкой ваших союзников, то я думаю, что в целом все должно на этой машине получаться. Мне очень нравится. Серьезно, не жалею ни об одной золотой монете, которую потратил на данный набор. Результаты боя сейчас с вами посмотрим. Обязательно сейчас заедем еще в одну катку. Как я уже сказал, это был мой абсолютно первый бой на Чифтене и, ну, скажем так, на своем аккаунте, там, где я могу нормально, спокойно, в нормальной обстановке поиграть, я не взял у кого-то телефон в руки, ну или там сев за чужой компьютер. 2580 единиц урона я смог сделать. Сделал два фрага. Что касается фарма, ребят, то здесь запаситесь калькулятором. У меня калькулятора под рукой нет, считать в уме желания не имею. По кредитам получается 83 600 с учетом прям аккаунта. Чистоганом 6 с половиной. Но это с учетом того, что я боекомплекта использовал на 12 800. Ну, считайте, на 13 000. Того получается, грубо говоря, 53 000 чистоганом я получил бы... Не, не так. Я бы получил наоборот больше, да. Добавьте сюда 13 000. Итого получается, ну, сколько там, 80, да, выходит. Короче говоря, в целом, я бы не сказал, что это плохо. Абсолютно нормально. Причем, что самое интересное, что для меня это не составило абсолютно никакого труда. Понятное дело, что есть еще вопрос, в какой замес ты попадешь. Я попал вот в тот бой, в который попал. Ну что, поехали попробуем еще одну каточку отыграть. Берем машину, заходим в бой. Пока заходим в бой, приглашаю всех к себе на дискорд сервер, где вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют ваше мнение, вашу любовь по отношению к танкам. И там, где вы можете похвастаться своими результатами. Плюс к тому, есть раздел новостей канала, куда стекаются новости со всех официальных источников и публикуются там, как только они появляются. И есть раздел новости канала, где, ну, простите, новости игры были. И есть новости канала, где вы можете посмотреть, какие видео выходили, что вы смотрели, чего вы не смотрели. В последнее время на канале выходит, ну, не менее двух-трех видео в день и планируется, что их будет гораздо больше. Поэтому, если вы хотите что-то не пропускать, подписывайтесь на канал, ставьте палец на колокольчик и обязательно регистрируйтесь на моем дискорд сервере. Кроме того, ребят, для подписчиков канала есть отдельно розыгрыши. Очередной розыгрыш состоится в субботу. Приходите в субботу на стримчик и там поучаствуйте в абсолютно честном розыгрыше пропуска на батл пасс этого месяца. Что для этого необходимо? Быть подписанным на канал минимум под пятью видео, которые выходили в течение недели, с понедельника по пятницу. Поставить лайк под видео, написать свой комментарий и обязательно в комментарии указать свой никнейм в игре, для того, чтобы я знал, кому надо будет отправить подарок. Вот такие вот простые условия. Приходите, всегда жду вас. Подписывайтесь на канал, я снимаю для вас, чтобы вы видели честные обзоры на машины, такими, какие они есть на самом деле и какими они играются руками среднего танкиста. Ну что, поехали, повоюем. АМХ решил тоже поехать в гору. Ну почему бы и нет? Я так понимаю, что 53 ТП мы оставим, к сожалению. Я с ним не поеду. Могу объяснить почему, потому что от меня поддержка будет такая себе. Здесь ребята поехали продавливать направление, АМХ тоже поехал вместе с ними. Возможно, гораздо лучше будет, если мы сейчас толпой накинемся на СТ-шки, разберем их, ну и дальше уже будем все вместе разбираться с оставшимися ТТ. Бодро накидывает, слушайте, даже без полного сведения. У меня сейчас абсолютно все получилось. Пока все классно, все супер. Я умудрился даже сейчас какой-то урон нанести тараном. Есть возможность заценить подъем под горку. Не могу сказать, что он неприятный. Но и особой скоростью, он динамикой не отличается. Получу сейчас пичку. Еще есть непробитие. Это приятно. Действительно приятно очень. Левчик. Ты в засвете? Да, Левчик в засвете. Попробуем отработать точность. Слушайте, шикарно бьет на дальнем расстоянии. Четенько попал туда, куда целился. Это действительно очень классно. Да, пускай переключился на голду. Опять-таки для того, чтобы Левчика пробить. Но в этом, по-моему, был определенный смысл. Точность орудия... Слушайте, по-моему, сейчас должно было попасть в комбашню Т-34. Но почему-то не залетела. Не знаю, то ли подкрутка какая-то, то ли я что-то неправильно увидел. АМХ, давай, добирай ее. И поехали, будем разбираться с оставшимися. Не знаю, мне очень сильно нравится. За те деньги, за которые я ее взял, не могу сказать, что я разочарован. В машине, безусловно, что-то есть. Как вариант для ребят, у которых не так уж и много, голды, по-моему, далеко не самый худший вариант. В наборе из этих трех машин, если сравнивать, понятное дело, что Т-2020 по результатам неоднократных моих обзоров и каток на данной машине занимает однозначно и последнее место в этом наборе. А вот что касается Чифтейна, то он занимает однозначно и первое место. Просто потому что Т-2020 вообще нифига не отыгрывается. Лорка 40 тонн очень сложная, потому что она крайне картонная. А вот этот товарищ, он действительно играется довольно неплохо. И если не стоять на месте, как я понял, то вашу верхнюю вот эту вот комбашню, ее и выцеливать-то никто не будет. Просто потому что на выцеливание комбашни необходимо время. Если вы будете пытаться отыгрывать где-то от башни на неровностях, от каких-то там холмов и так далее, то понятное дело, что вы даете таким способом возможность прицелиться в вас и выцелить вашу слабую зону. Но если вы этого не делаете, то, соответственно, у вас и проблем с этим не будет. Я сейчас проблем не ощущаю, именно потому что я не отыгрываю нигде от башни. Я просто катаюсь по карте, работаю по засветам союзников, поддерживаю их огнем по определенным товарищам-противникам. И, в принципе, это дает свои результаты. Два боя, от которых я получил определенного рода удовольствие. По-моему, очень даже неплохо. Чего, как говорится, и вам желаю. Смотрим на результаты боя, будем заценивать результаты, ну и, соответственно, подбивать итоги. Хотя, какие тут могут быть итоги? Абсолютно ничего не делая, вот так вот просто пфу и все, получилось 1330 единиц урона. Не так уж и много, но в целом свою задачу в бою я выполнил. При этом все, ребят, я получил победу, я получил с учетом прем-аккаунта 44 600, с учетом того, что 3 200 потратил на пополнение боекомплекта. Если их сюда добавить, то, грубо говоря, здесь будет получаться где-то в районе 48 000. По-моему, довольно неплохо. За абсолютно пустяковый и плевый бой. Что касается моего результата в команде, да, пускай я не занял там даже топ-3, но свой вклад в победу я однозначно сделал. Я сделал один фраг и набил урона не так уж и намного меньше, чем двое вот этих вот ребят. Поэтому, в целом, довольно неплохо получается. Я покупкой доволен и не могу сказать, что жалею хотя бы о какой-то золотой монете, которую я потратил. А поверьте, я знаю цену каждой золотой монете. И несмотря на то, что у меня есть сейчас пресс-аккаунт, я продолжаю точно так же, как и вы, смотреть видео для того, чтобы фармить себе голдишку на своих аккаунтах, в частности, на основном аккаунте. Это был абсолютно честный обзор и абсолютно честное мнение по поводу Чифтейна, которого можно сейчас приобрести в составе набора Слорейн 40 тонн и Т-2020. Покупать или не покупать данный набор, безусловно, решать вам. За себя я уже сказал. Я купил, даже несмотря на то, что Т-2020 у меня был в коллекции, и за него я получил компенсацию миллион серебра. Кстати, за каждую из этих машин лям серый, если вдруг она у вас в ангаре уже есть. В таком случае вы получаете миллион серебра всего лишь компенсации, но усредненно две других машины. Если двух машин в ангаре у вас нет, обойдутся вам, как я уже сказал, в 3750. Пишите свое мнение по поводу набора, будете ли вы его покупать. Обязательно еще пишите свое мнение по поводу конкретно Чифтейна. Своё мнение я уже высказал. На данный момент у меня всё. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.